Праздник Святой Троицы в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова всегда особенный день. Есть у него своя традиция. Уже несколько лет подряд к этому празднику в храме происходят обновления. Ранее здесь поэтапно проводилась реконструкция мозаичных панно на фасадах, и чин их освящение приурочивали к Троице. В этом году после литургии и крестного хода прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию выставочной экспозиции по истории Свято-Троицкого собора и утраченных храмов Балакова. С приветственным словом к прихожанам и гостям праздника обратился епископ Балаковский-Николаевский Варфоломей. В этом году исполняется 110 лет со дня восставания, освящения Святой Троицкой соборы. Ну и здесь вот на четырех панках будет представлена история этого собора. Строительство, реально печальную историю его разрушения, потом создание и современный период. Эти стенды, конечно, будут у нас укреплять и помогать. Это для нас хорошего ребенка, чтобы мы не повторяли действия, которые были, к сожалению, совершены. Информационные стенды, которые теперь украшают территорию Свято-Троицкого собора, это подарок храму от прихожан и жителей Балакова. Средства на их установку собирали, как говорится, всем миром. И на торжественные мероприятия вручили благодарственные письма благотворителям проекта по утраченным храмам. Как отметил начальник отдела по культуре Балаковского района Вячеслав Дерябин, знать историю своего города очень важно. Самым началом рождения села Балакова жители строили храм. Но были времена, когда эти храмы были разрушены. Разрушение храма – это и только разрушение объекта архитектуры. Это вот ата святыли. Благоченный Балаковского округа, настоятель Свято-Троицкого собора Архимандрит Амбросий Волков, отметил, что открытие экспозиции в этот день очень символично, потому что праздник Троицы посвящен единству всех людей на земле. Историк и краевед Павел Соловьев, автор книги об утраченных храмах Балакова, выступил с презентацией выставочной экспозиции. Он рассказал прихожанам о первых церквях, которые строились в нашем городе, подробно остановился на истории Свято-Троицкого собора, строительстве, годах гонения и возрождения. Павел Соловьев отметил, что на стендах много иллюстраций, поскольку так информация лучше воспринимается. В завершении мероприятия епископ Варфоломей поблагодарил гостей и прихожан, поздравил с Днём Святой Троицы и пригласил всех на концерт в честь престольного праздника Кафедрального собора.